Долгожданные сотни. Получены результаты единого государственного экзамена по русскому языку. Максимальный балл набрали сразу трое муромских школьников. Со стобальниками шестой гимназии встретилась Юлия Казакова. Волнение позади, результаты известны, но эмоции все еще не отпускают девчонок. К экзамену Полина Черникова и Анастасии Бехтеревы подошли со всей ответственностью. В течение двух лет я буквально каждый день прорешивала задания по русскому языку. Я думаю, это мне в итоге помогло. Перед самим экзаменом я волновалась, наверное, как и остальные ученики. Но мне помогло успокоиться осознавание того, что я долго и упорно к этому шла. По словам преподавателя, результат ожидаемый. Долгие часы занятий не могли пройти даром. Помогла и любовь обеих школьниц к чтению и литературе. У многих ребят больше 90 баллов на государственном экзамене по русскому языку. Это результат серьезной подготовительной работы. Я смотрю каждый год на результаты ЕГЭ и вижу, что высокие баллы способен получить только тот ребенок, ученик, который много и хорошо читает. И читает, начиная с первого класса и в течение всей школьной жизни. Учение и труд. Третьим стубальником по великому и могучему стал учащийся первого лицея Виктор Сушков. Также в этом году заметно меньше тех, кто не справился с заданием и получил неуд. Основной период уже позади. Все экзамены сданы. Ждем результаты по некоторым еще предметам. 28 и 29 выпускники 11 класса имеют право пересдачи те выпускники, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. По русскому языку или математике. У нас в округе завтра, 28 июня, открыт пункт на базе лицея номер один, где выпускники пересдают математику. Русские у нас сдали все успешно. Двойка по русскому языку нет совсем. В 2016 их было 11. В этом году с базовым уровнем по математике не справились 8 человек. В прошлом 21. Профильный уровень по математике не смогли осилить 63 выпускника. В прошлом 91. Юлия Казакова, Александр Симонов. Новости Муром.